Да, вы составляете уже, чтобы грамматически все было правильно. То есть утвердительное или отрицательное? Да, и утвердительное, и отрицательное. То есть в каждом случае мы сделаем два предложения. Это после щи, да, вставляем? Да, да, да. Давайте я напомню, как это делать. She has been working here for five years. Давайте повторите. She has been working here for five years. Как понимаете, это предложение, о чем оно? Она работает в течение пяти лет. То есть она работает здесь пять лет. She has been working here for five years. Отрицательным сделано то же самое. Она не работает здесь. She has not been working here for five years. Со вторым то же самое. I have been studying all day. Так, переведем. Я... Ой, study. Study – это заниматься, ну, то есть учить что-то. А, да, 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 точно. Пока только произвели не могу. Точно. Я занимаюсь целый день. Так, отрицательное. Так, вот в третьем предложении там есть слово recently. Последнее, да, вот оно. Recently. Как написано, так и читается. Recently значит в последнее время. Recently. Оно так в конце и будет. Можно его в самом начале поставить. Вот. Главное, никуда его так особо в середину не засовывать. В конце будет ему нормально. Так, давайте. You have been eating a lot recently. Что это значит? Такое странное предложение, но тем не менее. Что оно значит? Как вы перевести? Я ем много... Там you, да? А, ты. Ты ешь много... Это... Последнее время, да? Да, в последнее время что-то много ешь. Да, you have been eating a lot recently. Ну, и его отрицательным. You have not been eating a lot recently. Так, и вот про Лондон еще сегодня сделаем, четвертое. Мы живем в Лондоне последние шесть месяцев. Шесть месяцев. Так, отрицательное. We have not been living in London for six months. Хорошо. Так, теперь посмотрим дальше. Значит, у нас тут еще много чего такого грамматического. А есть еще и вот интересные такие примеры со словами, которые являются синонимами слову all. Мы уже сюда как бы заглядывали, да? Вот это... Их слева сейчас видно, там, где цифра два. All, every, whole, both. Вот, и у меня тут из словаря есть предложение, на которых можно будет потом посмотреть более подробно, чем эти слова друг от друга отличаются. Сейчас вот с правой стороны слайда, в правой стороне слайда найдите предложение четвертое. It keeps, вот это видите, it keeps the whole roof in position. В общем, оно, конечно, здесь много всего такого отталкивающего, потому что много непонятного. Значит, что такое roof, например? Начнем с него. Вообще, посмотрите, если вам что-то известно в этом предложении, просто скажите мне. Может быть, это слово keep? Кип, оно знакомое, но... Значит, keep, значит, либо держать что-то, ну, в плане держать, как сказать, не вот так держать, а себя так держать тоже. Вот в этом предложении оно переводится как удерживать. А вообще оно может означать хранить что-то где-то или держать, в смысле, как, например, кошку дома. То есть это будет типа I keep, но сейчас мне так не нравится. Хотя у меня вот в учебнике для подростков там как раз идет такая фраза keep a pet, то есть иметь домашнее животное какое-то. То есть вопрос, например, do you keep a pet, есть ли у тебя домашнее животное? Значит, keep, держать, как-то содержать, что-то где-то хранить. Например, do you keep all your money in a bank? Как вот вы понимаете такое предложение? Do you keep all your money? Ты, у тебя есть деньги в банке. Да. У меня есть деньги в банке. All your money, да? То есть ты все свои деньги хранишь в банке. Do you keep all your money in a bank? Здесь у нас, значит, it keeps, то есть что-то держит, что-то. Значит, roof – это крыша. The whole roof – это вся крыша. То есть оно, ну что-то, какое-то устройство, какое-то приспособление, держит всю крышу. In position – значит, на месте. In position. Вот. Значит, вот это слово hold. Сейчас мы посмотрим, чем оно отличается от слова all. Потому что перевести можно как тоже. Вся крыша. Вот. Посмотрите, пропустите одно предложение. И там, где начинается there is nowhere. Вот давайте его прочитаем. There is nowhere more beautiful than this in the whole world. Да. Вот здесь вот whole – как бы лучше видно то, чем оно отличается от этого all. Потому что, смотрите, the whole world. Вот попробуйте сам перевести. Как это сказать? Можно сказать во всем мире, а можно еще сказать в целом мире. Да? The whole world. The whole world. Да, в целом мире. В целом, в смысле, вообще предложение о чем? Давайте попробуем перевести. There is nowhere more beautiful than this in the whole world. Во всем мире много-много грязь. А вот это слово nowhere. Nowhere. Смотрите, об этом тоже надо будет потом поговорить. Значит, nowhere, somewhere, anywhere. Вот их можно как бы объединить в одну группу. Все слова очень полезны. Значит, nowhere – это нигде. Somewhere – это где-то. Anywhere – это где-нибудь. Чем где-то от где-нибудь отличается, тоже надо говорить отдельно. Значит, nowhere – это нигде. То есть, начало предложения у нас такое. There is nowhere. Нет такого места. There is nowhere. Нигде. Ну, дальше надо смотреть о чем-то. Что такое more beautiful? Ну, это как бы больше красивого. Да, более красиво. Красивее. Да. То есть, нет более красивого места than this. Чем что? Чем это. Чем это, да? То есть, там второй раз слово «место» не упоминается, но как бы оно подразумевается. There is nowhere more beautiful than this in the whole world. Нет более красивого места, более прекрасного, чем это. Вот давайте посмотрим еще примеры со словом «hold». Кстати, вот видите, тут наверху написано А2. Видно сейчас? А вы меня слышите? Да, я слышу. Я ищу А2. А, да, А2. Такая вот какая-то сторона слева, да? А2 в словарях часто обозначает, и вообще, в принципе, есть такое обозначение, уровень владения языком. То есть, самый первый уровень – А1. Следующий – А2. То есть, вот когда, например, в словаре «что ты ищешь», можно понять, вот насколько это слово, ну, сложное, да? Вот на следующем слайде А1, да? То есть, слово «both» – оба, считается таким, ну, самым, ну, не самым, считается одним из наиболее простых слов. А вот слово «hold» уже, как бы, чуть более сложное. Давайте посмотрим на эти примеры. Начинайте с вот этого «I spent». «I spent the whole day cleaning». «I spent the whole day cleaning». Давайте разбираться, о чем это предложение. «I spent» – это вообще вторая форма, то есть форма, которая используется для прошедшего времени, глагола «spend». То есть, есть глагол «spend» – у него две формы, он неправильный. «Spend», «spend», «spend». Что значит «spend»? «Проводить и тратить». Например, «spend money». Например, «I try to spend a little money». Типа, я стараюсь тратить мало денег. «Spend money». Потом, что еще можно? «Spend time». Это что получается? «Spend time». «Проводить время». «Проводить время». «Проводить время». «Как сказать? Мы проводим много времени вместе». «We spend money time». «A lot of» лучше сказать. «A lot of time». В любом случае «many» не подходит, потому что «time» – это неисчисляемое. «Match» тогда больше. «We spend a lot of time». Вспоминайте, как сказать «вместе». Не помните? Что-то опять нет. Итак, «вместе». Есть какие-то варианты у вас, как сказать «вместе»? «Together». Помните такое слово, скорее всего? Да, я говорила, просто «проводить». Простите, потому что у меня вообще полная тишина, и понятно, что просто вообще звука нет. «We spend a lot of time together». Итак, и вот у нас этот «spend» только в прошедшем времени. Здесь, то есть «я провела». Дальше вы попробуйте перевести. «I spend the whole day cleaning». «Я провела…» «Как бы день в уборке целый день». «Да, за уборкой». «Я провела целый день за уборкой». Давайте попробуем слово «cleaning» заменить на что-то другое. То есть, как еще можно было провести весь день. «I spend the whole day sleeping». «Весь день проспала», например. «I spend the whole day sleeping». «Вы придумайте что-нибудь еще». «I spend the whole day working». «Working». Давайте скажем, «я провела весь день готовя еду». «I spend the whole day cooking». «Да, I spend the whole day cooking». Очень хорошо. Так, теперь давайте посмотрим на второй пример. Читайте его. «There is still a whole month till my birthday». Давайте переведем. Что такое «still», да? Лучше уточнить сразу. «Still» и «till», кстати, вот они оба так вот в одном предложении. Значит, «still» – это «еще». «Стил», да. «Я помню». «Антил» – не помню. «Антил», а его, может быть, и не было. «Тил» – это «до». То есть «тил мой бёрстдэй». Есть еще слово «антил». Оно почти так же пишется, только впереди «ю», «эн» и «л» одна будет. «Антил» и «тил» – это одно и то же. «Тил мой бёрстдэй» – до моего дня рождения. Значит, давайте смотреть, о чем это предложение в целом. Мы помним, что когда предложение «this» или «there are», лучше начать переводить его с конца, тогда оно будет красивее звучать. До моего дня рождения еще целый месяц. Да, до моего дня рождения еще целый месяц. Давайте скажем «до Рождества» еще целый месяц. «Тил» – «тил» – «тил» – «тил». «Крисмас». 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 Так, «Хэллоуин». Кстати, там будут «Хэллоуин» отмечать? Они уже начали готовиться в Брюсселе? Как они к нему относятся? Или вообще от них праздник? А я даже не знаю, пока я не слышала. Просто смотрю, вот американцы, у них каждый месяц какому-то празднику посвящен. Вот сейчас они весь октябрь какие-то там поделки делают на Фейсбуке, потом у них уже будет «День Благодарения», потом у них Рождество. Все время чем-то занято. Ну, у них тут тоже какие-то свои праздники всякие. «День Без Машин», что вообще машины есть. А я что-то где-то видела, что «День Без Машин» провалился. Там типа что-то с велосипедами с этими какие-то были. Может быть, это, кстати, было Бельгей, не помню. Что-то там не согласовали. Было еще хуже, чем с машинами. Не у вас это было, нет? А я тут не слышала. Ну, хотя машины ездили, а может, такси ездили в этот день. Так, значит, давайте попробуем все-таки со словом «Хэллоуин». Ну, просто чтобы что-то было, какие-то варианты. До Хэллоуина еще целый месяц. Как это вы изучаете? There is still a whole month till Хэллоуин. Till Хэллоуин, да. Вот, это, значит, что касается вот этого хоул. Целый, целый, да, в общем, целый день, целый месяц, целые недели, все, что… Целая крыша там у нас была в самом первом примере. Теперь давайте вот немножечко вернемся к тому, о чем мы начали говорить в прошлый раз. Вот эти вот предложения, примеры в страдательном залоге. То есть когда человек на действии, а когда действие происходит с ним. Да, и мы про Стэнли уже сказали, дошли только до второго предложения. Второе предложение там вот этот рефери, который в спортивной игре. Давайте прочитаем, что у нас есть, и переделаем это из действительного залога. The referee can calip that match. Cancelled. Cancelled. Да, cancelled. Вот cancelled уже что-то. Давайте переведем. The referee cancelled the match. The referee отменил матч. Точно, есть же слово referee, я забыла. Короче, referee или там судья отменил матч. Да, давайте переделаем его, значит, так, чтобы судьей. Значит, как вот это вот выразить? Судьей. Или там Стэнли, кем, всяким предлогом, вот этот творительный падеж. Предлог нужен. Сейчас, думаю, чуть-чуть неизвестно. Это предлог by. By the ref. Все, давайте, сами переделывайте, значит, скажите, что матч был отменен судьей. The match. The match. Cancelled. Да, опять природа. Что, что, что. Попробуйте еще рассказать, если не получится. Хорошо, the match, the match can sold by the referee. Хорошо, вот я вот, или не слышу, проверьте, вы сказали так? Не было. Совсем звук пропал. А, да, было. Не было. То есть разница между тем, что у нас в этом, в этом моменте. А матч, поэтому мы обязательно туда в предложение ставим воз. The match его сделать. Там и вот эти есть firemen. Какой-то мужчина. Вообще ничего не слышно у меня. А то мы остановимся. Сейчас я быстренько. Именно из-за меня. У меня какой-то интернет такой. Сейчас. Паузу за. Сейчас. А вы меня тоже так слышите, да? С такими? Да, да, да. Постоянно, да. Ближе.